У нас финал на носу. Финал, которого мы ждали очень долго. Мы ждали такого финала два года. У нас в последней гонке разыгрывается звание чемпиона мира. Оглядываясь на весь сезон назад, я очень боюсь, что может произойти страшная вещь для болельщиков. Может быть просто обычная скучная гонка. Мы увидим, как доедут Мерседесы в позиции первой-второй. В связи с этим у меня возникает довольно смелый вопрос. Хватит ли у Ника Росберга смелости на случай, если Льюис Хэмилтон будет лидировать, для того, чтобы устроить некое подобие ситуации в Бельгии, когда он немножко поддел Льюиса, тем самым отправив его досрочно финишировать. Окей, давай тогда расставим акценты. Ты считаешь, что в Бельгии это была навмисная дея? Я не считаю, что это было сделано специально, но я точно понимаю, что он мог избежать этого контакта. Смелый вопрос. Я думаю, что 90% это был випадок и 10% на то, что он мог как-то уникнуть. Мне кажется, что у Ника шанс в цей гонке лишь в случае, если он попробует как-то поддерживать Хэмилтона и дать шанс кому-то передать, например, на подстопе Льюиса и после этого обогнать того, кто выйдет вперед. И только таким образом сделать 1-3 позиции, которая дает ему шанс на титул. Авария. Нині можно легенького контакта и этого достаточно, чтобы Бельгий сошел. Поэтому я думаю, что Ника понимает, что и Льюису можно. Не захочут они этого делать. Я думаю, что команда не будет просить их этого делать. Точнее, будет просить не делать этого обовязково и не будет нагадывать им, что нужно красиво завершить чемпионат. И, возможно, даже будет умова, что первое коло жодної борьбы, кто первый в повороте, то и остается лидером. А дальше уже вы решаете между собой. Я думаю, что Тотовольф захочет так. Особенно в контексте ремарк, который он постоянно давал протягом последних двух недель, что подвижные очки, это может зипсовать, кинути тень на чемпионат, натякаючи, что если будет ситуация, что благодаря двойным очкам выиграет Росберг, это как-то как-то принизит его в статусе чемпиона, потому что не в таких условиях, как раньше он стал первым. Знаешь, в данной ситуации я вообще считаю, что двойные очки в случае какой-то чистой победы, допустим, Ника Росберга, а Льюиса при условии того, что он финиширует третьим. Они очень сильно испортят весь сезон, они очень сильно испортят впечатление от правил двойных очков. Я бы сказал, что это чемпионат из серии гонок, их аж 19. И если брать весь рік, то Ника даже в контексте чемпионата заслуговывает титул больше, чем Льюис. Льюис – швидший гонщик, так, он выиграл больше гонок, но Ника був стабильнейший. Він стабильнейший. Він був стабильним протягом всього чемпионата. У него не было злетів и падень. У Льюиса была просадка на все літо, починаючи з гонки в Монте-Карло і завершуючи гонку в Бельгии. Это величезный промеж этого времени. Это половина чемпионата, когда от Льюиса мы бачили очень контрастные гонки. Або это была Британия, Австрия, або это были гонки, в которых он выглядит, мягко говоря, вяло. Само тому, мне кажется, что в этом контексте, в чемпионате, в любом случае, будет достойным чемпионом. Я бы не сказал, что как-то Ника Росберг этот титул не заслужит, если он его, врештой, выиграет. Здесь я с тобой не соглашусь по одной простой причине, потому что мы все прекрасно помним, какие проблемы были у Льюиса в тех же квалификациях в летних гонках. Он постоянно боролся с машинами. Были ошибки, я не спорю. У Ника Росберга тоже были ошибки. И здесь, наверное, я бы все-таки сказал, что Льюис больше боролся и с самим Ника, и с самим собой. Ника делал просто, просто делал свою работу. Льюис очень жестко сопротивлялся. Мы все прекрасно знаем, какой у Льюиса характер. Мы все прекрасно знаем, как Льюис поддается психологическому влиянию. Да, Ника Росберга в свете вот этой вот чемпионской борьбы мы еще, ну, не видели. Вот. И ты знаешь, когда там после летней паузы мы с тобой говорили по поводу того, что вот Ника Росберг, ну, по крайней мере, я говорил, что он очень хорошо себя показывает. Финальная стадия сезона, конечно, мне вот добавила в ложку дегтя, в бочку меда, вот этой вот, конечно, шикарного поведения Ника на протяжении всего сезона. Он просто проигрывает сейчас. Этот титул проигрывает его в самый неподходящий момент.